Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня стал вопрос, что приготовить очень быстро, потому что мы сейчас уходим, торопимся и мне нужно приготовить очень-очень быстрый завтрак, чтобы покушать и уйти. Залез в холодильник и я обнаружила, что у меня есть пекинская карпуста, есть огурцы соленые, есть помидоры, есть я уже пожарила окорочок со специями и со специями, больше ничего не добавляла сюда и есть лаваш. И я вот сейчас из этого приготовлю, в общем-то, как фаршированный лаваш, но это у меня не шарма, но что-то между шармой похоже, но это будет фаршированный лаваш мясом и овощами. Вот, друзья, разрезала лаваш на две части и сейчас я выкладываю сюда мясо. Нет, сначала буду выкладывать капусту пекинскую с зеленью, здесь у меня руккола, здесь у меня дикий чеснок и лук. Так, вот выложила, сейчас я кладу сюда мясо, затем покладу соленые огурчики, а здесь я уже приготовила, в общем, помидоры с чесноком и с майонезом. Выкладываю сюда помидорчики, чесноком и майонезом. Вообще можно еще добавить горчицу, пожалуй, я это сделаю. Сейчас я добавлю сюда еще горчицу. Вот, друзья, я сюда добавила горчицу и сейчас я буду заворачивать в виде конвертика. Вот такой первый конвертик у меня получился, теперь готовлю второй лаваш. Чем отличается этот лаваш от предыдущего? Тем, что я сюда добавила сырный соус в фирме Рика. У меня дочь любит сырные соусы, поэтому я сюда его добавила. Теперь опять вновь заворачиваем, все несу на сковородочку и буду обжаривать до хрустящей курочки. Вот, друзья, что у меня получился такой запеченный лаваш. У меня получился первый и второй. Завтрак готов. Буквально у меня ушло минут 15 на приготовление этого завтрака. Я-то считаю, что это будет очень сытный, вкусный завтрак и тем людям, которые времени ограничено, как сегодня у нас. Поэтому мы идем завтракать и нам нужно будет убегать из дома. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч. А я буду вас еще радовать. У меня есть еще рецепты с лавашом, поэтому я буду показывать, что я дальше буду экспериментировать с лавашом. Поэтому отслеживайте, подписывайтесь, будьте с нами, комментируйте и так далее. Всего вам хорошего. Будьте здоровы.